Привет, ребята! Сегодня я расскажу вам о своем опыте изготовления бюджетного диджей-фасада своими силами. Диджей-фасад или ширма предназначен для того, чтобы скрыть технические некрасивые элементы, провода и оборудование от гостей мероприятия, создать атмосферный, эстетически красивый внешний вид для вашего места диджея, а также служит элементом светового шоу. Чтобы изготовить фасад, для начала мне потребовались 4 рамы. Долго думал, как дома зимой изготовить что-то из дерева или фанеры, как другие, без покраски. В итоге подвернулся вариант стальных, очень легких рам. Также потребуется ткань белая, лайкра и 4 навеса для скрепления рам. Исходя из форумов, опытным путем ребята установили, что подходящий размер для рам фасада 110 на 60 см. В моем случае я сделал 110 на 54 см. Далее объясню почему. Также потребуется специальный жгут для изготовления москитных сеток и вспененный уплотнитель для дверей. Продается в любом хозяйственном магазине, чтобы закрывать щели в фасаде. Рамы и жгут я заказал в компании пластиковых окон. Стальная, прочная, легкая рама. Такие, как мне сказали, используют для изготовления москитных сеток в определенном случае. Жгут приобрел там же. Цена вопроса за все 2000 рублей из этого всего жгута рублей 70. Далее размечаем на рамках места сверловки для навесов. Я скрепил саморезами 2 плюс 2 рамы и по 2 навеса на каждую пару. Также при желании можно использовать 5, 6, 8 и так далее аналогичных рам. В итоге получаем готовый каркас для нашего фасада. Еще раз повторюсь, рамы при всей легкости очень прочные. На них можно опираться или даже сесть. Может быть пьяный гость решит на вас облокотиться. Чтобы скрепить пары между собой на месте монтажа на мероприятии, я взял пару хозяйственных скоб, немного их изогнул, чтобы можно было надеть на саморез в приемной раме. Обязательно несколько раз проверьте уровень крепления петель и самореза на второй раме, чтобы вся рама поверхностью нижней стояла на полу. Монтаж рам получился очень удобный, простой и в то же время устойчивый. При необходимости, винчивая или выворачивая саморез, можно регулировать расстояние между рамами. Монтаж рамы Монтаж рамы Итак, давайте перейдем к самой аккуратной части изготовления рам, к натяжению ткани на каркас фасада. Чтобы закрепить ткань на раме, от москитной сетки в ней предусмотрен паз, тот, в который крепится сама сетка при изготовлении окон. В этот паз вставляется материал и сжимается специальным жгутом, который препятствует выскальзыванию из паза. Мы вместо сетки будем использовать ткань. Обычная белая лайкра тянется по двум направлениям и не расползается на срезе, что очень удобно в нашем случае при изготовлении фасадов. Ткань можно купить в любом профильном магазине или в интернете. Мне хватило одного погонного метра, ширина у ткани была стандартная, 1,4 метра. Стоимость обошлась около 600 рублей. Из куска купленного вырезаем 4 прямоугольника, размеры, соответственно, метр поделить на 3, 33,3 сантиметра, а длиной 60 сантиметров. Можно сделать прямоугольники побольше, но тогда фасад будет менее прозрачным, то есть кому как нравится. Мои куски растянулись по раме без особого усилия, так как ткань очень хорошо тянется. Чтобы лайкер распределилась равномерно, закрепляем 4 ее угла в пазе рамы. Два я закрепил с помощью отрезанных небольших кусков жгута, а вторые два конца зацепил за углы паза. Ткань сама по себе довольно прочная, не рвется при натягивании и легких зацепах. В то же время она хорошо рассеивает свет от подсветки, но делает невидимым все, что находится за ней. Такой способ крепления ткани позволяет дальнейшим также снимать ее при необходимости, вытаскивая жгут, стирать, либо менять, что вы считаете лучше. Таким образом фасад ремонтопригоден в домашних условиях. Жгут можно использовать опять тот же. Каких-либо повреждений при монтаже он не получает. Но в любом случае он стоит не так дорого, поэтому можно поменять. Если при монтаже остаются складки, они легко растягиваются. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Он будет на последней стороне у вас торчать. Можно обрезать канцелярским ножом или небольшими ножницами, как удобнее. Небольшие неровности по периметру, которые у меня получились, меня не особо смущают. Их не так уж и видно, особенно когда подсветка сзади светит. Но если захотите, можете попробовать более усердно поработать над равномерным закреплением ткани. Такую же процедуру с натяжением ткани проделываем и с остальными тремя рамами. Обязательно все грязные работы с рамами сделайте до натяжения ткани, чтобы ее случайно не повредить саморезом или отверткой. Вот такие получились рамы. На мой взгляд, вполне презентабельно. Лучше, чем я ожидал, по крайней мере. Крепеж получился надежный. Если толкнуть ткань, ударить, то рама двигается вместе с ней. Поэтому при транспортировке не должно возникнуть проблем. В целом я доволен. Место стыка двух конструкций я проклеил уплотнителем, чтобы не было видно зазора между рамами. В то же время уплотнитель гасит вибрации самих рам. Когда фасад готов, есть три варианта. Использовать его таким, как он есть. Второе, подсвечивать сзади прожекторами или какой-то светомузыкой. И третье, сделать встроенную собственную подсветку. Я остановился на встроенной подсветке. Для этого я заказал в Китае светодиодную ленту. Я посчитал размер своих рам так, чтобы мне нужны были ровно 3 метра ленты на каждую раму по внутреннему периметру. Поэтому я заказал 4 куска по 3 метра ленты. Оставлю вам ссылку на другой магазин с нормальными лентами, так как к мне пришли короткие куски, которые пришлось соединять между собой. Далее рассчитал потребление тока лент. 30 светодиодов на метр по 7,2 Ампера на 12 метров получается. Также заказал контроллер ленты с выбором цвета и автоматической и звуковой активацией переключения цветов. По потреблению ленты подобрал блок питания для контроллера, который выдает 8 Ампер при 12 В напряжении. Также потребовались несколько переходников и коннекторов для соединения контроллера с 4 кусками светодиодной ленты, а также мне для соединения лент между собой. В качестве провода я использовал обычный сетевой кабель с 4 жилами, но лучше использовать специальные провода с готовыми разъемами, будет меньше возни, возможно обойдетесь вообще без пайки. Затем обклеиваем каждую раму изнутри светодиодной лентой, чтобы конец ленты с разъемом был как можно ближе к центру всей конструкции, чтобы уменьшить количество проводов. Где клей ленты держит некрепко или отходит, можно подклеить пистолетом с термоклеем, например, чтобы держалась лента надежнее и не отходила. Расобираем тестовую конструкцию. Продолжение следует... Как видите, все работает. Контроллер имеет два режима звуковой активации, то есть меняет цвет на каждый бит музыки, либо вспыхивает свет на каждый бит. Один и тот же цвет или разные. Также можно менять скорость автоматического режима на этом контроллере. Можно менять яркость цветов и сами цвета выбирать. Субтитры добавил DimaTorzok 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 Также я сшил по размерам своего фасада удобную сумку для переноски с карманом для проводов, блока питания с контроллером и всяких мелочей. Вот такая работа. Ссылки на магазины, как обычно, под видео. Надеюсь, вам понравилось и вы займетесь созданием собственного фасада. Если остались вопросы, пишите комментарии с каждого звукаря и диджея или просто неравнодушного. Лайк и подписка. Спасибо за просмотр и удачи вам в делах. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok